Модернизация региональной системы государственных закупок. Сегодня основной вопрос на краевой планерке. Важная тема как для региональной, так и для муниципальной власти. Сегодня значительная часть бюджетных средств расходуется в рамках государственных и муниципальных закупок. Только за прошлый год сумма по контрактам составила около 150 миллиардов рублей. Но эта система сегодня требует совершенства, считает Вениамин Кондратьев. И в первую очередь необходимо создать равные конкурентоспособные условия для всех участников. Если мы уберем госзакупки на конкурсной основе и уберем конкуренцию, то работать будут только одни. А другие будут на них смотреть и завидовать, и думать, почему они только и работают. Система государственных закупок должна быть понятной, прозрачной, эффективной. Вот что просто должно быть. И мы должны сегодня понимать с вами, как нам сделать систему государственных закупок понятной для всех. Для реального сектора экономики, для малого, среднего бизнеса. Результат, который мы будем иметь в рамках реализации открытых прозрачных конкурсных процедур. Результат для кого? Для себя, для собственного кармана, либо для района или края. В этом, наверное, разница подходов, в том числе и к оценке прозрачности госзакупок или непрозрачности. Работа по модернизации государственных закупок в крае началась еще в прошлом году. Сначала специалисты проанализировали ситуацию в регионе и определили ряд ключевых проблем. Сегодня на них сосредоточено особое внимание. Большое количество нарушений в контрактной системе начинается с неквалифицированных кадров. Отсюда и неправильное планирование, составление документации с ошибками, формирование неверного отчета. И как итог, закупочный процесс срывается. Чтобы в дальнейшем не допустить подобной ошибки, в каждом районе созданы так называемые центры компетенции. Единый орган закупок для отдельного района, куда будет стекаться вся информация о контрактах от поселений. На такую схему работы муниципалитеты должны были перейти с начала этого года. Но и здесь есть отстающие. Не создан центр компетенции только в Сочи. Причина невозможности увеличения штатной численности, как заявляет муниципалитет. Есть разные способы. Мы говорили о создании учреждения. Тем более, что город Сочи – это не маленький муниципалитет. Плюс можно, наверное, посмотреть и внутренние резервы, если вы не хотите создавать отдельное учреждение. Всегда можно перераспределить ресурсы трудовые. В некоторых муниципалитетах финансовой дисциплины и вовсе отсутствует одна из проблем, с которыми сталкиваются исполнители контрактов – несвоевременный расчет. Кредиторская задолженность перед предпринимателями составляет в общей сложности почти 130 миллионов рублей, что само по себе недопустимо, говорит губернатор. – Нужно вовремя рассчитываться. С исполнителями – это тоже контракт. А у нас как получается? Порой задержка идет до полугода, года даже идет. Такое ощущение, что это у вас месть за то, что не те выиграли. Вот такое чувство происходит. И они говорят, а мы победили, а теперь нам деньги не дают уже год. Потому что мы не свои, так и говорят, коллеги. Так тоже не пойдет. Если выиграли контракт, если исполнили контракт, если вы его приняли уже, эти все работы или все, что в рамках контракта должно было быть, ну тогда рассчитайтесь. Как это год или даже полгода не рассчитываться, коллеги, даже месяц недопустимо. Недопустимо. Они же выполнили контракт, срок выполнили, качественно выполнили, вы приняли. А кто-то и кредиты брал, по большому счету. И так и говорят, а что ж мы… Поэтому неправильно. Еще раз подчеркиваю, неправильно. Вот здесь по том, чтобы задолженность не образовывалась с исполнителями контрактов, здесь надо тоже держать на контроле ситуацию. Держать на контроле. Не превращать это в инструмент мести тем, кто, еще раз подчеркиваю, выиграл в чьих-то незапланированных планах. Чтобы госзакупки проходили максимально прозрачно, краевые власти ведут новую региональную информационную систему, которая позволит полностью автоматизировать процесс. В перспективе она будет дорабатываться и расширяться. На планерке также обсудили участие в торгах малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. За последний год они стали активнее участвовать в госзакупках на конкурсной основе. У нас активность малого бизнеса достаточно высокая. По 44-му ФЗ, вы уже сказали, не менее 32% у нас объема госзакупок был именно в субъектах МСП. В два раза превышает минимальный порог. Для сравнения, в 2017 году данный показатель был всего 23%. Кроме того, фиксируем и активность достаточно высокую в рамках 223-го ФЗ. В 2018 году общий объем закупок по 223-му закону у нас составил 5,4 миллиарда. Из них 4,2 приходится на долю субъектов МСП, что в три раза больше, чем в 2017 году. Госзакупки на конкурсной основе – это на самом деле реальный инструмент для развития реального сектора экономики. Поверьте, а иначе как нам его развивать, в том числе это гарантированные платежи, если контракт заключен с муниципалитетом или государством. А мы должны сказать условия, для того, чтобы равные были условия и у малого, и у среднего бизнеса. Конкуренция. Конкурентная среда должна быть, конечно, и в госзакупках, поэтому они и на конкурсной основе. И, Василий Завченко, мы сегодня говорили о том, что у нас 32% малого, и среднего бизнеса, которые принимают участие сегодня в закупках. Ну и еще социально ориентированные некоммерческие организации, и они тоже не должны быть обижены. Поэтому вы везете эту ситуацию тоже, возьмите, под свой контроль. Особенно, еще раз подчеркиваю, социально ориентированные некоммерческие организации. За нарушениями в сфере региональных закупок следит Краевое управление Федеральной антимонопольной службы. Количество жалоб на торги, как отметил руководитель ФАС по Краснодарскому краю Олег Тихенький, снижается. Но некоторые муниципальные заказчики все же пытаются поступить хитрее, устраивая так называемые фиктивные торги. Как раз такие антимонопольная служба аннулирует. При наличии допуска нескольких компаний на торги, когда мы видим, что торги реальные, не просто подало 10, но и допущено к торгам 8-9 компаний, мы никогда такие, у меня задача такая, мы никогда такие торги отменять не будем и приостанавливать заключение контракта не будем. На краевых планерках, которые проводит лично глава региона, присутствуют заместители губернатора, руководители профильных ведомств, а также на видеосвязь выходят все главы муниципалитетов. Такой формат позволяет решать все проблемные вопросы в режиме живого времени. Вот и в этот раз Вениамин Кондратьев обратился к собравшимся. Коллеги, вот есть возможность Олегу Леонидовичу задать вопрос, особенно главам муниципальных образований, обращаясь к вашим заместителям, которые отвечают за это направление, чтобы потом не говорили опять, что вот здесь антимонопольная служба к вам предвзято относится. Вот если не задаете сейчас вопрос, значит потом никогда его и не поднимайте передо мной, потому что хорошо говорить о ком-то, когда его нет в диалоге. Очень хорошо. Задайте все вопросы по любой ситуации, в том числе крайне, что он возьмет на контроль, потом в персональном режиме к нему подъедете и разберетесь. И дадите оценку своим, в том числе тем, кто у вас отвечает за торги. И вам доложили о том, что вот извините, антимонопольная служба взяла нам торги, сорвала. Коллеги, еще раз задаю вопрос всем, кто считает, что где-то ситуация стороны антимонопольной службы была предвзятая к вашим конкурсным процедурам, пожалуйста, задавайте вопрос. Пожалуйста. Коллеги, это вот, знаете, я так понимаю, вопросов нет. Нелогично. Коллеги, я тогда надеюсь, что и потом их тоже быть не должно уже. В завершении совещания Вениамин Кондратьев отметил, что к теме модернизации государственных закупок будут возвращаться еще не раз. Чтобы больше не допускать ошибок в системе, необходимо их разбирать отдельно по каждому муниципалитету. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар.